Первое. Поскольку я работаю с артистами, я знаю, что это за люди. Абсолютно все они люди творческие и в большинстве своем очень эмоциональные. То есть мнение может меняться очень часто. Именно этим обусловлен их талант и их успех. Это люди эмоциональные. Не нужно все это воспринимать как истину в последней инстанции. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, как и в любой прослойке общества, есть люди порядочные, есть непорядочные. Есть меркантильные, есть немеркантильные. И, безусловно, вот эти все выступления в защиту тех или иных политических устройств, они могут носить как характер. Человек действительно так считает, и он высказывается. И, наверное, имеет право на это. Так и некий финансовый интерес может быть. Кому-то за это платят, кто-то какие-то блага получает и так далее. Но, безусловно, каждый артист должен понимать, какая аудитория находится за ним. Ведь если человек талантлив, творческий, пишет хорошие стихи и музыку, это совершенно не означает, что он не может быть под лицом и скотиной. Может быть очень запросто. Поэтому, опять-таки, потребитель вот этого таланта, творческого продукта, не должен боготворить этого человека, что он истинно в последней инстанции, он идеален во всем. И в этом плане религиозные нормы, они говорят правильно, не сотвори себе кумира. То есть, если он пишет хорошую музыку и текст, это означает только то, что он пишет хорошую музыку и текст. Это не говорит о том, что он не может ошибаться, и он правильно себя ведет. Здесь больше даже нужно работать над зрителем. Если люди пришли слушать музыку, и человек начинает делать политические лозунги, то я считаю правильно зрителям встать и уйти. И тогда в следующий раз артист не будет этого делать, потому что мне может нравиться его творчество, но я не хочу слушать какие-то истории политические, я не за этим пришел, чтобы меня что-то грузили. Я хочу расслабиться, пришел с семьей послушать музыку. И у меня была такая ситуация, когда там не политическая. Я был у одного артиста, не буду говорить, потому что я и дружу, и общаюсь, но там пошло какое-то обсуждение, которое я не хотел слышать. Понятно, что я не демонстративный, я просто устал и ушел, мне это было неприятно. Но если сделать так весь зал, то это будет сигнал этому артисту. Это что касается вот этих лозунгов. Конечно, есть определенные перегибы, когда сразу этих артистов начинают долбить везде. И общественность, и политики, и средства массовой информации. Это тоже неправильно. Я считаю, может быть, нужно таких артистов пригласить, может быть, на какие-то передачи типа Соловьева и разобрать его позицию. И если она ни на чем не обоснована, то тоже, чтобы зрители это видели. Либо как-то обсудить. Кроме того, безусловно, существует политическая идеология, идеологические инструменты и институты, которые регулируют. И это тоже правильно. Потому что все-таки должна быть какое-то регулирование, которое не будет давать возможности государству распаться как таковому, либо быть каким-то придатком третьих стран. Но должны работать судебные инструменты. И они, кстати, вот я замечаю неоднократно, что многие суды действительно выносят те или иные решения, которые не соответствуют политике партии. И меня это в какой-то степени даже радует. То есть Макаревич выиграл в Союзовском суде города Москвы миллион рублей за то, что его обвинили, что он где-то там что-то спел. Я считаю, что это хороший, наверное, такой сигнал, хотя я не являюсь поклонником Макаревича ни в каких составляющих. Но когда человек может оставить свои права и интересы в суде, это правильно. Что касается цензуров в СМИ, то здесь, наверное, это не совсем правильно, но так есть. Нужно ли с этим бороться, мне сложно сказать. Потому что слабая власть, она может привести к каким-то революционным действиям. И здесь иной раз лучше выбрать меньше из двух зол. Либо какая-то цензура, но устойчивость, стабильность власти. Меня вообще в первую очередь привлекает стабильность. То есть мне нравится стабильность, потому что смена политической элиты, она влечет передел собственности. Мы это видим очень наглядно по Украине. Не ушел я в сторону или так чуть-чуть? Ну нет, хорошо, почему? Замечательно.